Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и снова анализируем события минувшего торгового дня и разбираем отчеты, которые впереди в повестке, собственно, экономического календаря. Мы их ждем, потому что выделяем изначально самые важные и понимаем, что они, конечно же, влияют на суть, опять же, и сердцевину всей нашей торговой активности, которая представлена ставками на укрепление доллара и, соответственно, ослабление рисковых инструментов. Сегодняшний день, я бы не сказал, что блещет на макроэкономические отчеты. Сегодня мы будем с вами разбирать сразу несколько индексов и индикаторов активности в сфере услуг в производственном секторе по отдельным ключевым европейским странам, Германии, Франции, Италии, в целом по евразонии. Забегая вперед, хочу сказать, друзья, что уверен, что статистика будет хуже ожиданий, хуже прогнозов. Соответственно, завтра мы с вами вернемся к этим цифрам и будем говорить о том, что слабая статистика – это по-прежнему актуальная причина давления на курс главного валютного риска, то есть европейской валюты. Сегодня также традиционный отчет для вторника – это статистика по запасам нефти США от Американского института нефти. В 23.30 выйдет этот релиз. Посмотрим. Напоминаю, что в последней неделе мы видим определенную даже корреляцию между статистикой от Американского института нефти и от Администрации энергетической информации. Поэтому можем тоже попробовать поспекулировать за год, собственно, увидев сегодня статистику о росте запасов, предположить то, что такие же официальные цифры, похожие, мы получим и от Администрации энергетической информации. А рост запасов нефти США, который продолжается шестую неделю подряд, для нас уже привычный фактор, который мы используем, чтобы ослабить котировки нефти, ну, точнее, сохранить короткую оппозицию и поспособствовать нашими скромными силами тому, чтобы все-таки нефть продолжала снижаться. Ну и также, друзья, сегодня промежуточные выборы в США, в Конгресс. Соответственно, что мы ожидаем? Я не думаю, что произойдет какие-либо серьезные изменения по сравнению с тем составом, который мы видели в Конгрессе ранее. Скорее всего, демократы получат контроль над палатой общины, либо по-другому называют палатой представителей. А вот что касается республиканцев, то они оставят с собой, скажем, сенат. В целом, Конгресс так и будет оставаться разобщенным. По идее, это изначально трудность для того, чтобы Трамп реализовывал все свои законодательные инициативы, но мы уже убедились по итогам этого года и даже с заходом на прошлый, то, что Трамп все-таки протаскивает и реализует то, что планирует. И в связи с этим, друзья, насколько бы многие не хотели бы сейчас поставить на политический риск неопределенности и создать, исходя из этого, фактор мощного давления на доллар, я попробую все-таки идти против этой позиции мнения и предположу то, что текущие выборы могут привести к всплеску волатильности, к локальным непоняткам на финансовых рынках, потому что все будут в моменте отрабатывать разные сценарии, но в конце концов этот шум все-таки уляжется, и доллар по-прежнему докажет сохранение за собой лидерских позиций, которые мы наблюдаем, несмотря ни на что, на протяжении уже многих месяцев. Любой политический негатив, который появлялся в последние месяцы, в целом не оказывал серьезного давления на доллар. Исходя из этого, мы сделали вывод о том, что трейдеры, которые сейчас спекулируют долларом, больше замотивированы, что ли, на торговле макроэкономическим прогрессом, который приближает еще одно решение Федрезерва по процентной ставке. И поскольку перспектива более жесткой монетарной политики влияет на доходности американских трежерис, обращают внимание только как раз на то, что происходит на рынке казначейских облигаций. Они тоже, собственно, реагируют только на внутреннюю конъюнтуру с небольшим акцентом внимания, скажем, на локальные внешние геополитические риски. Поэтому, друзья, много месяцев у нас не меняется взгляд в отношении доллара. Мы держим длинные позиции, к примеру, по доллару японская и иене. И в целом, да, нам не удается показать хорошие результаты. Однако, то, что доллар буксует без откатов, это, на мой взгляд, не так уж и плохо. Было бы гораздо хуже, если бы американская валюта валилась. Сейчас этого не происходит. И по мере, опять же, появления хороших, стоящих, фундаментальных триггеров, доллар отбивает, собственно, своих конкурентов по долям, опять же, процента. И выходит на более интересные для себя оппозиции. Поэтому, по факту сегодняшних промежуточных выборов, я не жду каких-либо серьезных изменений в динамике доллара. Да, они, друзья, могут произойти, если они случатся. Я думаю, то, что нам придется найти объяснение этому. Но изначально сценарий того, как пройдут выборы, я вам уже обрисовал. И надеюсь, то, что кто-то из вас, собственно, может разделить такую же позицию, что и я, отметив, что не стоит рассчитывать на какие-либо серьезные изменения, в том числе и в динамике доллара. Давайте теперь по ключевым финансовым активам. Начнем мы с нефтянки. 72,94 мы сейчас видим котировки Brent. В целом, инициатива, как и днем ранее и на прошлой неделе, точно остается за продавцами. Они явно намереваются затащить Brent к поддержке 70 долларов за баррель. Однако, здесь уже допускают, друзья, то, что распродажи последних недель оказались довольно серьезными, существенными. И, конечно же, мы должны быть готовы к тому, что локальная инициатива может перейти к покупателям. Поэтому, если в ближайшие дни мы все-таки увидим восстановительную динамику, ни в коем случае не пугайтесь. Я традиционно обрисовываю вам любое трендовое движение, как постоянную борьбу между покупателями и продавцами. Но не могут котировки двигаться в одном направлении какой-то большой промежуток времени. Сейчас коррекция довольно серьезная уже с локальных максимумов, если взять. И нужно смириться с тем, что, скорее всего, рынок нефти позволит себе поднять настроение покупателям. Но это не значит, друзья, то, что мы должны выходить из коротких позиций. Вы, безусловно, это можете сделать, если считаете, что предел развития нисходящего тренда уже достигнут, и потенциал исчерпан вот этого движения. Я разделяю другую позицию. Я считаю, что мы рано или поздно достигнем 70 долларов за баррель и пройдем еще ниже. Центральной темой для всего рынка черного золота остаются санкции против Ирана. Очень долго к ним готовились, собственно, вступили они в силу в минувшее воскресенье. И оптимисты, которые хотели увидеть нефть и бренда по 100 долларов за баррель изначально, пророчили, собственно, что без Ирана, без поставок со стороны данного государства, рынок будет обречен на состояние дефицита приложения. Мы видим, что это совершенно не так, потому что даже Соединенные Штаты Америки в целом уже пошли на определенные поблажки и уступки. Напоминаю, озвученные планы США, они уже в целом, я думаю, реализуются. Это планы освободить ряд стран от необходимости выполнения ограничений, связанных с поставками нефти из Ирана. Речь идет о восьми странах. Собственно, наверное, нет смысла перечислять их все, я отмечу только самые важные для нас, для трейдеров, которые отслеживают спрос и предложения, ориентируются на ключевых игроков. В общем, ключевые потребители, покупатели иранской нефти, это Турция, Китай и Индия, остаются в числе таковых, потому что Трамп сделал исключение для них и позволил, собственно, так же, как и раньше, вести договорные партнерские отношения, закупать нефть в Иране в тех объемах, которые являются для них потребными. Мы, конечно, можем сейчас порассуждать, поразвивать эту тему, с чем могла быть связана такая инициатива, но она, как минимум, друзья, доказывает то, что Штаты, безусловно, не хотят, чтобы поставки со стороны Ирана просели до нуля. Трамп прекрасно понимает, что если бы он не сделал этих исключений, то, скорее всего, оптимисты, о которых я сказал буквально несколько минут назад, говорил, затащили бы нефть к новым многолетним максимумам, потому что отчасти их идея того, что рынок может оказаться в состоянии, ну, пусть не дефицит, а нехватки предложения, скажем так, их идея была бы состоятельна. Соответственно, сейчас это уже не так. Трамп, как вы знаете, заинтересован в более низкой стоимости на топливо, и его решения, вот эти уступки для восьми стран являются, на мой взгляд, более чем обоснованными. Поэтому к теме Ирана мы, скорее всего, будем возвращаться все меньше и меньше. Она уже не так актуальна, как раньше. Полгода назад, вы помните, как только все это начиналось, после того, как Штаты вышли из ядерного соглашения, сколько было разговоров о том, что на рынке грядут серьезные изменения в плане спроса и предложения после 4 ноября. Это уже, собственно, дата в истории, друзья. Сейчас мы работаем с реальностью и видим то, что ничего серьезного в плане недостатка предложения, изменения предложения не произойдет. И уж тем более на рынке нет фактора, из-за которого котировки можно было бы снова активно откупать. Я бы даже сказал, если хочется прям поторговать нефтянкой, то дорога только одна вниз, потому что с учетом тех показателей нефтедобычи, которые мы наблюдаем в Саудовской Аравии, США и России, в целом даже, скажем, в странах ближневосточного картеля, не будем говорить исключительно только про Саудовскую Аравию, это, напротив, угроза для переизбытка и перепроизводства. Я вчера говорил непосредственно по цифрам, сколько, где добываетесь, на каких уровнях мы сейчас находимся. Надеюсь, что вы все, собственно, умеете и любите складывать, объединять доводы, аргументы и приходить к конкретным, собственно, выводам и решениям для себя. Вывод, на мой взгляд, друзья, он только один. Котировки нефти оправдно будут испытывать дальнейший прессинг. Но это не значит, что мы без какого-либо отката увидим сейчас 70 долларов за баррель ниже. Я допускаю то, что восстановление будет, но оно продлится недолго. Рубль, собственно, ожидаем открытие торгов, чуть-чуть совсем остается. Я думаю, что закрепление рубля против доллара выше 66, это только начало, друзья, как я вас и предупреждал. Мы с вами близимся к этому сакральному событию, связанному с анонсом новых финансово-экономических санкций против России. Нефть еще и поджимает, это оказывается, разумеется, очевидное, понятное и обоснованное давление на рубль. Полагаю, что сегодня мы будем реально претендовать на движение выше 66,5. Но это все равно только лишь о цветочке, потому что ягодки мы ожидаем под конец года, и они у нас ассоциируются с курсом по доллару-рублю в диапазоне 68,70. Еще есть возможность примкнуть к этим сделкам и попробовать неплохо заработать. Доллар иена 113,34. Американская валюта растет, опирается на сильные макроэкономические отсчеты, опирается на поддержку доходности американских облигаций, опирается на перспективы более жесткой монетарной политики. Про пятничный нон-фарм параллс мы говорили с вами вчера, повторяться по статистике не буду. Напомню лишь, что у нас подтвержденные исторические победные данные, которые указывают на то, что прогресс на рынке труда будет оставаться залогом для роста потребительской активности и экономического расширения. А самый, пожалуй, главный позитив мы с вами усмотрели именно в росте заработных плат, которые будут подстегивать нахождение традиционных ожиданий в пределах целевого уровня. То есть это все говорит в пользу неизбежности еще одного повышения процентной ставки. Доллар вчера активно проигнорировал, даже не вчера, а с конца прошлой недели. И политический негатив в виде подтвержденной позиции администрации США о том, что никаких сейчас работ по заключению выхода разработки соглашения о преодолении торговых разногласий с Китаем не ведется. Мы, собственно, ну лично я был удивлен, что доллар, конечно же, на это не отреагировал. Но я уже не раз делал вывод, друзья, о том, что отсутствие должной реакции на политические риски указывает лишь на то, что американская валюта готова расти только лишь на одной внутренней теме, связанной с скорым повышением процентных ставок. Вчера, кстати, вышел еще один отчет по активности в сфере услуг от АСМ, и он снова оказался лучше прогноза. Ждем следующих сильных макроэкономических данных. Я не оговорился, в принципе, я не сомневаюсь в том, что следующие данные, которые мы увидим, будут исключительно сильными. Декабрь уже совсем не за горами, друзья. На этой неделе у нас также заседание Федрезерва. Но, как вы помните, каких-либо изменений в ставках мы с вами не ожидаем. Но ожидаем еще один упор Федрезерва на то, что политика будет оставаться исключительно жесткой. Поэтому длинные позиции по-прежнему в приоритете. Евро, доллар 1.1398, снова ниже 1.14. Будем торговаться вблизи текущего значения. Это в лучшем случае. В лучшем случае для покупателей пойдем ниже. Но не этот худший сценарий для покупателей. Как раз то, что нам нужно как продавцам. Потому что мы ждем евро ниже текущих значений. Я думаю, что с учетом такого насыщенного календаря, как у нас значится в рамках этой недели и следующей, евро, доллар действительно будет претендовать на тест поддержки 1.13 и движение даже ниже. Вчера вышел отчет индикатор уверенности инвесторов Centix. Снова снижение с 11.1 до 8.8. Я думаю, что понятно, почему инвесторы негативят. Сегодня выйдет блок статистики по активности в производственном секторе и сфере услуг. Завтра мы поговорим об этих отчетах, как я уже сказал. Но статистика практически 100% разочарует. Сакральная важная дата 13 ноября тоже неминуемо приближается. Это конечная дата, когда Италия должна представить Еврокомиссию обновленный проект бюджета. Но ситуация затягивается. Еврокомиссия вчера снова поторопила Италию о том, что давайте новый документ, потому что в конце концов вы будете вынуждены столкнуться с дисциплинарными мерами. Но Италия у себя в науме, мы помним позицию и острое нежелание, не готовность сейчас потакать всему, что требует Еврокомиссия и в целом Еврозона. И это нежелание в конце концов может выразиться в том, что никакого переработанного, доработанного документа представлено так и не будет. В общем, друзья, негатива по евро больше сейчас, чем позитива. Вообще позитива я не вижу. Может кто-то из вас его рассмотрел. Поделитесь, опять же, вашим видением на нашем канале на YouTube. Уверен, что многим будут благодарны. Короткая позиция сохраняется и здесь. Фунт против доллара 1,3050 сейчас котировки. Удивительная динамика британца, потому что вчера у нас вышел отчет активности в сфере услуг, который оказался хуже прошлого значения. С 53,9 мы оказались на отметке 52,2. Практически нулевая реакция, хотя буквально в пятницу, когда вышел отчет по активности в строительном секторе, фунт отреагировал на этот релиз. Хотя строительство по сравнению со сферой услуг, это, скажем, верхушка лишь айсберга. Это около 5% влияния и вклада в экономический рост, а сфера услуг больше 80%. Ну, совершенно несопоставимая категория, а реакция вот такая неоднозначная. Потом на рынок пришло сообщение под закрытие торговой сессии. Правда, уже без участия в этих комментариях отсылки на узкопоставленных чиновников, я даже фамилию не запомнил, друзья. Ну, это не суть важна, потому что это не Бралье и Доминик Рапп и не Тереза Мэй. И в целом это соглашение о том, что сделки по-прежнему нет. Мне до сих пор непонятно, о каком таможенном союзе, который обеспечил Тереза Мэй, идет речь. Потому что вот мои попытки найти подробности по этому ни к чему, собственно, не привели. И более того, любое намерение все-таки попробовать найти информацию о том, достигнута ли сделка или нет, если вы зададите себя целью, вы тоже убьетесь в том, что большая часть комментариев, да и все комментарии, не важно, в какой прессе вы будете копаться, в зарубежных СМИ, либо в каких-либо других, все равно вы убедитесь в том, что сделки по-прежнему нет, друзья. И на основании этого я не понимаю, почему в британцы сейчас верят, почему они снова позволили прорваться выше отметки 1.3050. Но не раз уже была такая динамика, после мы быстро видели, как фонд разворачивали. Я уверен, что то же самое может произойти и сейчас. Поэтому, друзья, вчера мы с вами попробовали выставить отложку с Селстоу с отметки 1.2950. Для тех, кто не торгует фунтом, как минимум на этих отметках ее нужно сохранить. Ждем, собственно, больше распадажа британца. По австралийцу 0.7211. Ставка несколько часов назад была опубликована, не пересмотрена. На прежнем уровне, собственно, в полтора процента. Риторика Резервного банка Австралии тоже без изменений. Было отмечено, что текущий обменный курс и мягкая экономическая политика соответствуют целям по инфляции, по экономическому росту. Ровно то же самое, что говорится Резервным банком Австралии всегда. Особенно выделить, друзья, нечего. По рынку труда тоже, с одной стороны, есть прогресс по занятости, но с другой стороны, есть негатив в виде отсутствия стабильного роста зарплаты и по-прежнему высокий показатель закритованности домохозяйства. Соответственно, инфляция, я думаю, что в лучшем случае будет сохранена на текущих значениях. Да и Резервный банк Австралии еще раз подтвердил, что более дешевая валюта сейчас более выгодна, скажем, для экономики в свете роста торговой неопределенности и назревающих проблемах давно уже и реализующихся проблемах в Китае, которые периодически вынуждают на рынке Банка Китая девальвировать курса юан. В общем, вот эти экономические связи должны быть вам понятны, что произведет, к примеру, с австралийцем в том случае, если Народный банк Китая снова предпримет попытку оказать искусственное давление на курсы национальной валюты, чтобы создать искусственно-конкурентное преимущество. Конечно же, те страны, которые крайне зависят от торговли с Китаем, среди них и Австралии будут действовать вербально, по крайней мере, в таком же ключе, делая все возможное, чтобы курсы валюты не рос. Поэтому по австралийцу, насколько бы уже не поднадоело многим, друзья, но у нас остается цель 0,70. Я очень хотел было вместе с вами добраться до этой цели еще две недели назад, даже еще раньше. Вы видите, рынок пока не пускает к этой планке, но с учетом того анализа, который проводится, и с учетом того, что я сказал, но неизбежно то, что австралийцы окажутся рядом с этим значением. По доллару канадцу 1,31,13 пока без изменений. Все, сохраняем короткие позиции. Пол, к сожалению, нам вчера ничем не помог, потому что в целом даже и не говорил про монетарную политику, касался только лишь торговой неопределенности, которая сейчас нависает в мировой экономике, и то, как она отразится на странах, собственно, категории развивающихся и развитых рынков. По доллару канадца, друзья, у нас по-прежнему ставка на то, что канадец крайне недооцененный инструмент, который до сих пор никак еще не отработал позитив, начиная еще от повышения процентной ставки. Ну, может быть, канадец нуждается в каком-то триггере дополнительном, и я допускаю, что этим триггером может выступить нефтянка. Поэтому, как уже было отмечено, учитывая высокую вероятность коррекционной динамики от того снижения, которое уже развилось, канадец может воспользоваться этим восстановлением нефти и, собственно, прочей своей позиции. Вот как раз на это я и продолжаю делать ставку. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.